Всем привет, 8 утра, мы спешим на пару и мы не опаздываем. Мы как раз приходим вовремя, прям вот вовремя-вовремя. Если вы были производитель, в какой стороне вы бы хотелось бы больше, вверх или вверх? Вверх. Вверх, потому что стандартный, мы знаем, что мы здесь уверены. Адрия взял себе порцию еды, и он думал, что он положил туда сыр, но он положил туда горчицу. Дима взял то же самое, но не положил себе сыр. Мы снова идем за тем очень вкусным кофе, потому что мы засыпаем. Такая немного скучноватая пара. Она скучноватая, потому что, блин, преподаватель сделал пару. У нас вообще по расписанию должна была быть пара там 8-15. А он сделал 8. 15 минут в утром многое решает. Это во-первых. А во-вторых, пары по расписанию вообще не было. А сам австрийский преподаватель в принципе рассказывает там иногда интересные вещи. Он рассказывал, что их много кто путает с немцами, австрийцами. И он рассказывал там принципиальную разницу между ними и между немцами. Вот рассказывал, что немцы такие прямо линейные, а австрийцы такие более гибкие, так сказать. То есть у них там может быть несколько мнений по какому-то вопросу или по какому-то делу. А немцы, вот у них, они придерживаются какого-то одной стороны и, так сказать, гнут свою линию до конца. А в общем он рассказывает просто вот вводный какой-то курс логистики, в котором мы это все знаем, мы еще это знали до того, как поступили даже в Испанию. Это нам в Испании рассказывали, сейчас снова рассказывают, о чем такое. Вот, и поэтому мы иногда засыпаем. А мы только что были в стиловке, и испанец нас очень рассмешил, потому что он взял соус, он взял горчицу, и он подумал, что это сыр. Он думал, что это пламенный сыр, и он полил горчицу на макароны. Вот это получилось невкусно, потому что, во-первых, он переборщился порцией, он любит, когда много сыра, вот, поэтому он решил себе просто вот так вот залить все, сделал себе суп. Это была горчица, в общем, мы очень все посмеялись, и таким образом мы проснулись. А у нас пары закончились, и мы решили пойти домой пешком. Да. Нам захотелось прогуляться, особенно, когда мы посмотрели, что от нашего университета домой идти 2 километра. То есть это где-то примерно... Ну, 25. Ну, 25, да. То есть так как мы идем, мы обычно быстро ходим. Представляете, получается, что мы живем на одном берегу, а учимся на другом. И просто как... Когда мы в Киеве были, то есть как бы другая сторона через реку, это кажется, что вообще другой какой-то конец мира. Тогда нам добираться, наверное, час. Да, да. А здесь... Центра на другой берег, на левый. Да, здесь 20 минут всего лишь. Вот. И мы сейчас пойдем домой, много отдохнем. А вечером у нас снова тусовка. Ну, это, конечно, не тусовка, это ужин. Потому что Назар, индус, он нам обещал уже давно пригласить нас на индийский ужин. Вот. И мы, наконец-то, придем и, наконец-то, попробуем. Потому что все, что он готовил, обычно, это просто курица. Курица по-индийски, да? Как ее назовывать? Это так. Ну, в общем, да. В общем, мастер курицы. Сейчас он нам приготовит еще что-то другое. Мы на это надеемся, по крайней мере. Вот, и мы к нему придем сегодня в 9 часов вечера. Да, в общем, мы очень рады, потому что он нас в Барселоне столько раз приглашал, но у нас все никак не получалось. Я уже даже не помню, почему у нас не получалось. Но, в общем, мы не приходили на его ужины. И в этот раз мы перейдем. Кстати, вот этот берег, эта сторона Риги, она вообще нам Киев напоминает очень сильно. О, и вообще любой постсоветский город. Да, любой, да, постсоветский город, правда. А вот сам центр Риги, он, конечно, красивый. Мы очень рады, что нам получилось снять квартиру в самом центре. Там реально очень клево. Кстати, Дмитрий Казанкин спрашивал в комментариях, то есть не просил нас рассказать, как происходит вообще оплата за парковку. Оплата за парковку, то есть за государство, то есть если это государственная компания, государственная парковка, то платить нужно через SMS. Вот. А если это частная парковка, то чаще всего через мобильное приложение. Просто качаешь мобильное приложение, пишешь, ставишь что-то там на счетчик, когда выезжаешь, счетчик как бы снимаешь, оно тебе пишет, сколько ты должна за парковку. Да, вот такая система. Мы вышли с дома, и, ребята, куда мы идем? Играть снова. И есть курочку. И я очень надеюсь на то, что там будет хоть кто-то из девочек, потому что если я там буду одна, я не знаю, что я буду делать. Я, наверное, буду сериалы сидеть смотреть. Перед тем, как пойти к Назару, мы заехали в торговый центр. Ну, у нас еще просто нас пригласил на 9, сейчас только 8. Спится. Вот. Думаю, сейчас пройдемся по торговому центру, может, зайдем что-то, купимся в магазине каком-то чудесном. Вдруг какие-то супер скидки сегодня? Почему бы и нет? Угу. Мы уже на месте. Смотрите, здесь флаг Коста-Рики. Да, мы ждем, сейчас Назар прямо сейчас там готовит. Я вам немножко покажу, посмотрю за ним. Смотрите, это курочка варится. Да. Оно так пахнет прямо на всю квартиру. Заляпано. Супер. Сейчас мы будем кушать. Смотрите, мы будем кушать. Мы ждем для вас. Да, конечно. Да, конечно. Тортилля. Тортилля. Смотрите, здесь. Оно. Да. Хай, мы будем кушать прекрасный путь. Да, это будет, конечно. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Было очень прикольно Сейчас мы просто придём домой и просто бух и спать Вот так вот будет Всем спасибо за просмотр Всем хорошего дня, хорошего настроения Выходные впереди, веселитесь!